Запрет одиночных пикетов, дадинская статья, 30 суток за плакат в поддержку мемориала, два года колонии заброшенной в полицейского пластиковый стаканчик. Вы все еще верите, что это финиш, что дальше некуда? Тогда мы идем к вам. Хотите знать, сколько Навальный получит по предъявленной ему экстремистской статье, когда к августу 23 года отсидит свой нынешний срок? 9 лет минимум. Чем дольше у власти Владимир Путин, тем длиннее сроки. Это давно не новость, но приговоры по так называемому ингушскому делу побили все рекорды. От 7,5 до 9 лет тюрьмы семерым политическим активистам из Ингушетии. Столько за организацию протестного митинга в России еще не давали. Отца Ахмеда Барахоева забрали в Казахстане в ссылке в 45 году и заменили ему высшую меру на ГУЛАГ. Но в 53 году Сталин умер и он вышел на свободу. А теперь сам Барахоев, его сын, может просидеть за решеткой дольше, чем его отец. 9 лет суд в Ясентуках полностью поддержал позицию обвинения. И точно так же по всем остальным обвиняемым. Бизнесмена Бараха Чамурзиева, который принимал активное участие в регулировании кризиса вокруг границы в 18-19 году, задержали 3 апреля 19-го года. Дали ему сначала 10 суток административного ареста, а потом на вертолете, как и остальных, переправили в СИЗО Нальчика в Кабардино-Балкарии. Вот тогда и он, и остальные фигуранты будущего ингушского дела поняли, их посадят надолго. А вот что он говорил после приговора. Приговоры, которые нам вынесли, это назидание вам, остальным, которые на воле остались, чтобы вы сидели, не рыпались и сидели, либо уезжали из страны, либо никаким образом не комментировали действия власти. Это было неоднократно на протяжении нашей страны. И, очевидно, будет еще долго продолжаться. Поэтому вам удачи, здоровья. Не надо думать, что ингушское дело стоит отдельно, что это особый случай, что на Кавказе свои порядки и так далее. Ингушское дело – это прецедент. Семь человек получили сталинские сроки за протестный митинг 27 марта 2019 года. Митинг был согласован до вечера, люди остались на ночь, утром их разогнала Росгвардия, были столкновения. Потом через тюрьмы прошли 50 человек. Это больше, чем было фигурантов в болотном деле. Это рекордные политические репрессии в России. Правда, уголовные статьи были тогда привычные. Ну, насилие в отношении представителей власти, массовые беспорядки – это все понятно. А вот в конце 2019 года появились новые обвинения – экстремизм. И это самое важное. Летящий в Росгвардейца стул оказался не стихийным всплеском народного возмущения и даже не просто нападением на представителей власти, а реализацией экстремистского замысла. В чем этот замысел выражается? Издание «Адвокатская улица» приводит цитаты из обвинительного заключения. Реализуя свой преступный замысел, обвиняемые планировали, подготовили и организовали массовые мероприятия. А также записывали видеообращения, в которых взывали к мужскому достоинству соотечественников и национальному единству, выраженному в виде участия в массовом протестном движении против Евкурова. В результате к 2019 году у жителей республики сложилось заведомо ложное устойчивое мнение о незаконности соглашения с Чечнёй. И вот тогда, продолжают обвинители, экстремисты реализовали свой черный замысел, подали заявку на митинг. А параллельно вспоминали о депортации ингушей в 1944 году, о других проблемах и таким образом влияли на протестующих, в результате чего 57 силовиков испытали физическую боль без образования телесных, как говорится в обвинительном заключении, повреждений. То есть экстремизм и политический активизм – это просто одно и то же. Вы против действующей власти и говорите об этом? Значит, подталкивайте других к совершению преступления. Протестуйте вместе – значит, вы вступили в преступный сговор. Голосуйте против Единой России – дестабилизируйте ситуацию в стране. Это приведенный в исполнение заранее спланированный преступный умысел. Ну, вы знаете, в принципе, можно и поход в магазин за молоком трактовать как политическую демонстрацию и проявление экстремизма. Вопрос это исключительно лексический. Какими словами описать выход на улицу, магазин, молоко? Осознавая преступный характер своих действий, умышленно создавая видимость протестного выступления, разговором в очереди на кассе, привлекая внимание к росту цен на молочные продукты и тем самым провоцируя окружающих на радикальные действия. В общем, это вопрос к силовикам и к их фантазии. Дорогие, где вы хотите поставить точку? К судьям, конечно, тоже, которые дают 9-летние сроки по такой квалификации экстремизма, как в ингушском деле. Это вопрос в том числе и к Владимиру Путину. И как раз ему этот вопрос недавно задавал Александр Сокуров. Так за что этих людей судили в Ессентуках? В Москве много лоббистов чеченского сектора и москвичи решили активных ингушей заарестовать. Несколько лет держали нальчики в тюрьмах с нарушением, как говорят адвокаты, всех норм, процессуальных норм. И вот 15 декабря Владимир Владимирович будет судить этих людей. Бог знает за что. Путин про ингушское дело не сказал ни слова, зато вместо него Сокурову ответил Рамзан Кадыров. Сокуров продажная морда, американский прихвостень, и его надо проверить, совершенно верно, на экстремизм. Более чем логично, в свете примера про молоко. Кто вступается за экстремистов, тот кто? А кто вступается за тех, кто вступается за экстремистов? А Путин говорит Сокурову, приходите ко мне, мы давно не виделись. Ой, стоп. Если что, я вообще ничего не имел в виду. Такие мысли, ну я не знаю, как делить на ноль. Их в принципе быть не может. Поэтому я ничего не думал. Я бы уже тысячу раз запутался, конечно. Но слава богу, Дмитрий Песков объяснил. О боресте Сокурова и речи быть не может, потому что Путин по-доброму к нему относится. И это так просто. Так понятно. И так очевидно верно. И все встает на свои места. И не надо разбираться в этих дадзинских статьях, бесконечных поправках, которые Государственная Дума лепит как пельмени на мастер-классе по лепке пельменей для детей от шести лет и старше. Я даже вижу такую социальную рекламу от ФСБ. Сослужи добрые отношения Владимира Путина и спи спокойно. Шутки шутками, а теперь Сокуров опасается за свою жизнь. Что же это за политический режим, когда один из самых известных культурных деятелей страны выступает перед главой государства, а потом боится, что его убьют? Но вернемся к существу вопроса. Протерриториальный спор между Чечней и Ингушетией, который спровоцировал протесты в Ингушетии и в итоге привел к чудовищным срокам для активистов. Рамзан Кадыров Сокурову отвечал вот так. Объясняю на пальцах. Уточнение границ было федеральным распоряжением и с инициативой выступила ингушская сторона. Президент России был в курсе всех подробностей этого соглашения. Никаких претензий руководства Ингушетии и полпредства к Чеченской республике нет. Конституционный суд РФ рассмотрел и оставил вопрос без изменения. Все в рамках закона, с обоюдным согласием граница лежит строго по линии, предложенной ингушской стороной. Спросите Евкурова, спросите Матовникова. Строго говоря, все сказанная правда. Но Кадыров не случайно описывает тот территориальный размен как чисто бюрократическую процедуру. Руководство договорилось, полпред поддерживает президент. В курсе Конституционный суд не возражает всем в рамках закона. Так и появилось новое соглашение о границе между Чечнёй и Ингушетией, по которому Ингушетия потеряла, по независимым оценкам, 7% своей территории. По соглашению, от 26 сентября 2018 года Чечне передана часть надтеречного района Ингушетии и горно-лесистая местность. Ингушетия отошла территория на границе с Молгобекским районом. По оценке независимых экспертов, площадь земель, вошедших в состав Чечни, примерно в 25 раз превышает приобретение Ингушетии. И есть одна маленькая деталь. Забыли спросить, что там спросить. Хотя бы просто предупредить. Народ. Летом 2019 года, после протестов, Евкуров ушел в отставку по очень простой причине. Его авторитет в Ингушетии упал до нуля. Отдав за спинами ингушей, не посоветовавшись с ними часть территории Чечни, Евкуров, с точки зрения большинства ингушского общества, совершил предательство. И семеро ингушских активистов на этой неделе заплатили сталинскими сроками, во-первых, за полную безответственность, оторванность от народа и беспомощность руководства своей республики, которое пошло на такой размен, не осознавая, возможно, какой он вызовет общественную реакцию. И, во-вторых, за такую же полную безответственность федеральной власти. У соседних народов территориальные споры могут быть очень затяжными, очень тяжелыми. Проблеме границы между Чечней и Ингушетией сотни лет и как минимум сто лет с тех пор, как в конце 20-х годов прошлого века советская власть провела эту границу по-новому. Потом в 1934 году Сталин создал единую Чеченную Ингушетию, потом сослал чеченцев и ингушей в Казахстан, потом они вернулись, появилась Чечено-Ингушская автономная область, потом был путь 1991 года, они разделились снова, Дудаевская Чечня объявила о независимости, Ингушетия осталась в составе России, потом две войны, было не до границ. После войны, в 2003-м, у Чечни появилась новая конституция, споры о границе начались снова. А в 2012 году на этой почве был даже громкий конфликт между Кадыровым и Евкуровым. Там, говорят, даже доходило до перестрелок. Но скандал последний, 2018 года, вы удивитесь, рожден попыткой решить малозначительную, на самом деле, бюрократическую проблему. Дело в том, что еще в 2017 году правительство, федеральное правительство постановило четко прочертить границу между регионами, этому полезно для хозяйства. Так легче планировать арендные платежи, земельный налог, ну, в общем, доходы местных бюджетов. О Чечне и Сангушетии в этот момент никто не думал, решали общую проблему. Как сообщал уже весной 2018 года Росреестр, из 380 границ между регионами зарегистрированы только 69. Значит, надо поднажать. Но этим постановлением можно было воспользоваться. Как на этот раз Евкурова уговорили пойти на унизительное для Ингушетии, очевидно, чреватое протестами соглашение, никто точно не знает. Многие в Ингушетии считают, что ключевую роль сыграл тогда только что назначенный полпредом на Кавказе генерал-герой России Александр Матовников. Это он курировал эту сделку. Впрочем, специалист по Кавказу Григорий Шведов полагает, что Матовников, ну, просто выполнял поручение из Москвы и сам, конечно, не ожидал, чем все обернется. Матовников сыграл, на мой взгляд, роль незначительную. И он пытался вести переговоры. И, на мой взгляд, они не были столь эффективны, сколь от них были ожидания в среде ингушской оппозиции и, конечно же, в Москве. Мне кажется, для Матовникова это была неожиданная ситуация. С точки зрения карьеры, ничто не предвещало таких проблем. И сам институт полпредства не подразумевает, что есть достаточно полномочий, чтобы владеть всей той информацией, которую федеральный центр имеет. Мне кажется, что он не был в курсе на момент вхождения в должность всех тех планов, которые были по отношению к границам Ингушетии и Чечни и как-то даже пострадал в карьерном плане, потому что не был полноценно введен в курс дела. И те переговоры, которые он пытался проводить, не уменьшались успехом во многом из-за этого. Не было, видимо, этого формата вводить в курс, обсуждать. Вопросы решались, скажем так, по большому количеству территорий. И поэтому они решались, видимо, без учета специфики. Мы даже можем предположить, что Евкуров – военный человек, советский офицер, просто не смог ослушаться, по сути, приказа. Сверху попал в итоге в неразрешимую ситуацию и поплатился и авторитетом, и своей должностью. Ингуши и чеченцы – два родственных народа. Но Ингушетия и Чечня – совсем два разных режима. Один диктаторский, другой мягкий. В одном оппозиции лидеру невозможно в принципе, в другом она существует. Вопрос на засыпку. Кто могущественнее в современной России? Генерал-полковник Советской Армии или пехотинец Путина? Кто кого победит? Ответ давно известен. Побеждает насилие. Побеждает тот, у кого режим более родственный федеральному. Сегодня на волнение в связи с процессом в Ессентуках Кадыров реагирует агрессивно и вообще заявляет, что Ингуши – это одна из ветвей чеченского народа. Узнаете? Да это же недавняя статья Владимира Путина про то, что русские и украинцы – это один народ. И о территориальных конфликтах Путин и Кадыров рассуждают похожим образом. Договариваться надо с руководством. Если не получается, то с теми, от кого это руководство зависит. Ну, с Москвой в случае Кадырова, с Вашингтоном. В представлении Путина. А что думает народ, значения не имеет. Вот цитата из исследования о протестах в Ингушетии после подписания соглашения между Евкуровым и Кадыровым, которое провели специалисты по Северному Кавказу Константин Казенин и Ирина Стародубровская. Среди активистов в покушении на землю видели угрозу молодой ингушеской государственности – опасность поглощения Ингушетии и соседней Чечнёй. Я боялась, что это послужит объединению наших республик. Я не хочу, чтобы моим главой был Кадыров. Я не хочу тирании. Я человек свободный и привыкла выражать свою оппозицию. И я знаю, что творится в Чечне. Кроме того, пересмотр границ актуализировал травму, связанную с ситуацией в пригородном районе. И был воспринят как ещё один шаг в лишении ингушей их исконных земель. Ингушетия – самый маленький, самый густонаселённый регион в России. С одной стороны – Чечня, с другой – Северная Осетия. И травма пригородного района, о которой вот только что шла речь, играет, конечно, очень большую роль. Всё-таки в 92-м году дело дошло до реальной войны. Сотни жертв с обеих сторон. И очень важно, что эта травма, сама эта ситуация рождена сталинской депортацией. Сталин выслал ингушей в Казахстан, потом они вернулись, а их дома заняты. Не принимать этого внимания в урегулировании спора между Чечнёй и Ингушетией невозможно. И Кремль, ну, федеральная власть, уже не первый раз наступает на эти грабли. Владимир Путин регулярно нахваливает сталинскую модель унитарного СССР. Но он забывает, например, о том, что именно память о депортации, о сталинском терроре, стала той причиной, по которой Москва не смогла восстановить порядок в Чечне в ноябре 1991 года, отдала тогда полную власть Дудаеву, а затем и довела до войны. А теперь довела до массовых протестов. Вот хронология. 26 сентября 2018 года Кадыров и Евкуров подписывают злополучное соглашение. 4 октября следующий скандал – заявление о фальсификации итогов ратификации этого соглашения в Ингушском парламенте. Затем начинается тот самый огромный бессрочный митинг в Магасе, ну, по сути, народный исход, о котором и говорил Путину Сокуров. Через полторы недели тот же Матовников, полпред и глава управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин встречаются с делегацией от комитета этого протестного митинга в Пятигорске. Ну, была надежда на эту встречу, и, как рассказывал потом один из организаторов митинга Мусам Альсагов, встреча-то проходила так. Нам сказали, что закон о границе принят. С нарушениями или без – неважно. Отменяться он не будет. А если мы не согласны и говорим о фальсификациях в момент голосования парламента Ингушетии, мы можем подавать в суд. Это нам прямо заявил Андрей Ярин. При этом Александр Матовников призвал нас заниматься не протестами, а коррупцией. Мы удивлены хамскому настрою федеральной власти. Матовников нам прямо сказал, какой народ, такие и бояре. Сказал, что это наши ингушские депутаты так голосуют. Это все печально. Получается, власть признает нарушение, но не будет пересматривать итоги голосования. А нам говорит, идите в суд. Сейчас мы возвращаемся в Магаз. Расскажем об этом людям. Та делегация на переговорах с представителями Кремля в Пятигорске состояла из девяти человек. Сегодня большинство из них сидят в тюрьме. Трое – Малсак Ушахов, Ахмед Барахоев и вот только что процитированный мной Мальсагов получили по девять лет. Еще один участник той встречи Барах Чемурзиев – восемь лет. Еще один уже почти год сидит в СИЗО. В тот момент, во время этой встречи, они уважаемые люди и авторитетные делегаты ингурского общества. И ни у кого в тот момент нет никаких сомнений, что именно благодаря их усилиям народный протест носят мирный характер. А сегодня они – экстремисты, которые, если верить обвинительному заключению, еще в мае 2018 года спланировали свой черный замысел. Просто потому, что не смогли увезти людей с площади на митинге уже 26 марта 2019 года. И этот митинг решено было подавить силой. Потому что в Кремле знают только один способ исправлять свои собственные просчеты. Давить ОМОНом и сажать за решетку. Удар дубинкой, взмах наручниками и некомпетентность Кремля превращается в беспрецедентно жестокий приговор, чтобы другим неповадно было предъявлять претензии. Потому что Центр всегда прав, а если он не прав, то смотри пункт первый. Никто ведь изначально не хотел, чтобы вот эта скучная и рутинная директива Росреестр от января 2017 года превратилась в экскурсию в 37-й год. Но что ни предпринимай, что ни делай, выходит автомат Калашникова, то есть новый сталинизм. И невиновные люди получают гигантские сроки. Ахмед Барахоев в ходе процесса не раз вспоминал про свою депортированную семью, про отца, который отсидел 8 лет, а на своем последнем слове говорил вот так. Я читал в Магаре и в Магаре, которые через эти лагеря через сталинский режим прошли, и через столу вышли через все. Вы знаете, Ваша честь, я когда сын приносит передачу, мне очень тяжело. Бывает тяжело, почему? Потому что сегодня 21-й лет на дне, а 37-й год живут. Живут, нашедая. В воскресенье живут и в Магаре, и в Магаре, и в Салине. И в Салине, как она, и в Живане.